АПЛОДИСМЕНТЫ Доброе утро, Церковь! Сегодня я верю, что Господь что-то хочет сделать в нашей жизни. Давайте коротко еще помолимся перед тем, как будем слушать Слово. Господь, я благодарю Тебя за сегодняшний день. Я благодарю Господь за Церковь, в которую мы можем собираться вместе, мы можем поклоняться, мы можем прославлять Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Иисус, за Твою жертву, которую Ты заплатил на кресте две тысячи лет назад. Что через эту жертву мы можем быть исцелены, искуплены, благословенные. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что наши имена записаны в книге жизни. Я молюсь и прошу Тебя, Господь, прикасайся сегодня к сердцам людей, Господь. Являй свою славу сегодня во имя Иисуса Христа. Помоги, Господь, передать то Слово, которое Ты приготовил для Церкви. Я молюсь за каждого человека, который сегодня в каком-то страхе, угнетении, разочарование. Господь, исцеляй этих людей, Господь, освобождай их, покрывай Своей любовью, Господь. Яви свою славу на этом месте. Мы молимся, Господь, и верим в Твою победу во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за сегодняшнее служение во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Можем прославить Бога. Сегодня третья река. Мы будем молиться за исцеление. Мы проповедуем как раз о освобождении, о исцелении, о нашем внутреннем состоянии. Поэтому приготовь сегодня свое сердце. Приготовь. Мы будем сегодня молиться, если у тебя есть нужда или нужно твое исцеление. Ты сегодня сможешь получить это. И слава Богу за свидетельство. И потому что свидетельство поднимает веру в нас. И Бог, Он хочет исцелить свою церковь. Он хочет исцелить каждого из нас. Понимаете, Он больше иногда хочет, чем мы сами иногда верим в это исцеление. Он так жаждет прикоснуться к нашему сердцу. Он уже заплатил цену две тысячи лет назад. Он умер на кресте. Третий день воскрес. Чтобы мы были бы прощены, исцелены и свободны. Поэтому сегодня я верю, что Господь прикоснется к нашим сердцам, прикоснется к нашим телам. И мы получим то исцеление, которое принадлежит каждому из нас. Аминь. Моя проповедь называется «Исцеление – это воля Божия для тебя». И мы сколько раз слушали этих всех разных проповедей. Сколько раз мы, то есть, молились за нас. И иногда, когда бывает такое состояние, что приходит какое-то разочарование. Если ты даже сегодня, у тебя какая-то есть нужда, и ты не получил, уже молишься, уже сколько-то времени, может, годами уже молишься за свое чудо, за свое какое-то исцеление. Это не обозначает, что ты должен опускать руки. И не обозначает, что Господь перестал делать чудеса. И Он устал, изменился и так далее. Нет, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он исцеляет и будет исцелять, и Он сегодня будет прикасаться к каждому сердцу. Не подавайся этому демоническому давлению. Что хочет сделать Сатана? Он хочет унизить тело Христа. Он хочет все сделать, чтобы ты разочаровался. Он хочет угнетать церковь. Он хочет угнетать верующих людей. Он хочет обвинять их. Он хочет осуждать их, чтобы человек, он оставался в этом состоянии угнетения. Он хочет унизить церковь. Но мы должны понимать, если мы читаем Слово Божье, у Бога другой план для нас. Аминь. Он, что Господь сказал? Вы будете наверху, а не внизу. Вы будете давать, а не будете брать. Вы будете головой, а не хвостом. Я вас подниму. Вы будете на высоте, но больше никогда внизу. На высоте. Поэтому ты должен понимать, у Бога другой план для твоей жизни. Доверяй Ему. Я понимаю, что сегодня сложное, тяжелое время. Война, еще какие-то проблемы, наши личные какие-то проблемы, наши личные нужды, которые, может, годами уже не получаем ответа, ни в коем случае не сдавайся. Доверяй нашему Господу Иисусу Христу. Господь Бог говорит, не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Укреплю тебя, поддержу тебя своей рукою. Аминь. Он нашей стороне. Он хочет благословить церковь. Так вот, хочу сегодня немножко поговорить о исцелении. И мы будем молиться. Хочется, чтобы приготовить ваши сердца. И если у тебя есть нужда, сегодня мы будем молиться. Я верю, что ты получишь свое исцеление. Так вот, откуда приходят болезни? Библия говорит, 1 Коринфянам 3,16. Фессалоникинцам 5,23. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока и в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть, Господь Бог заинтересованный, чтобы мы были бы искуплены в трех уровнях. В душе, в духе и в теле. То есть, откуда приходят болезни? Во-первых, когда человек нарушает физические законы, и он начинает болеть. Ты не заботишься своим телом, ты не пьешь воды, кушаешь любую еду, там спортом не занимаешься, не присматриваешь себя. То есть, в твоей жизни какой-то беспорядок. Во-вторых, эта сфера очень тоже важна. Сегодня, может, у тебя все хорошо, а потом завтра ты смотришь, у тебя все начинает болеть, и ты уже молишься, Господь, исцели меня. Давай сегодня заботиться и за этой сферой, за своим телом. Давайте присматривать его. Давайте смотреть, то есть, чтобы мы были бы здоровы. И потом, ну, не надо будет столько молиться. Второе, это эмоциональная, душевная сфера. И дьявол хочет через стресс поразить церковь. Представь, стресс это открытые двери для сатаны. Когда ты болеешь, когда у тебя стресс, когда у тебя раздражение, когда у тебя разочарование. Представь, ты живешь в подавленном состоянии. И сатана хочет подавить каждого из нас. Из этого появляются у нас проблемы со здоровьем. То есть, у тебя какие-то обиды, у тебя какие-то там, ты недовольный. То есть, сатана хочет поразить наше внутреннее состояние. То есть, стресс это одна из причин, почему множество людей болеет. Стресс. Когда дома какие-то ссоры между мужем, женой. Представляешь, когда ты постоянно у тебя какие-то скандалы, ты переживаешь стресс. У тебя недостаток финансов. Это тоже стресс. То есть, ну, тебе нехватка заплатить за какие-то свои нужды, и у тебя стресс. Вы знаете, что ученые сделали исследование и говорят, если ребенок, который живет в нищете до трех лет, и когда он вырастает, ему становится 18 лет, что 90% из них, которые вырастают, эти дети, они не способны жить в процветании. Поэтому не надо тут говорить нам, что эта сфера тоже не важна в нашей жизни. Сатана все хочет сделать, чтобы поразить наше внутреннее состояние. Он пришел красть, убить и погубить. Он хочет подавить церковь. Он хочет поразить твое внутреннее состояние. Представь, когда ты поражен внутри, ты ничего не можешь делать. Ты ничего не можешь продвигаться, ты не можешь не служить Господу, ты не хочешь не молиться Богу. У тебя другие какие-то проблемы, ты подавленный внутри. И была такая битва, она называлась Алезия. И Юлий Цезарь прославился в этой битве. Алезия стояла на высоте, на городе таком. И никто не мог завоевать этого города. Потому что он на высоте был. И что сделал Юлий Цезарь? Он построил стену 18 километров вокруг города. И другую стену 20 километров. И стал между этих стен. И ждал, пока закончатся ресурсы в этом городе, у этих людей. Ну и они все думали, же Юлий Цезарь нормальный мужчина, мужик пропустит наших детей и наших жен. Они пройдут и принесут эту еду нам в город. Но Юлий Цезарь не пропустил их. И они начали между этих стен умирать. Эти дети умирали, эти матери, жены умирали. И так завоевал Юлий Цезарь этот город. Потому что они, все эти войны, были поражены снутри. Ихний внутренний человек, он был поражен. Представляешь, в таком состоянии ты не можешь ничего делать. У тебя мысли не о Господе. Поэтому стресс, открытые двери для сатаны. Что делать? Даю выход из этого состояния. Ни в коем случае не подавайся этому давлению в своей жизни. Что бы ни происходило в твоей судьбе, за все отвечает Господь. Он решает все. Мы должны Ему доверить свою жизнь. Мы должны понять, кто мы такие в Господе. Но если ты смотришь на себя, как будто ты пораженный, как будто ты неудачник, как будто у тебя ничего не получится, ты не сможешь продвигаться и достигать своей цели. Но когда ты познаешь Господа, имеешь близкие отношения с Ним, Дух Святой начинает работу с нами, с нашим внутренним состоянием. Эфессианам 3 глава 14 по 16 стихи написано. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого и именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом с большой буквы Его во внутреннем человеке». Аминь! Когда ты молишься Богу и соединяешься в молитве с Духом Святым, Он начинает работу в нашем внутреннем состоянии. И мы из жертвы становимся победителями во Христе Иисусе. Аминь! Когда ты молишься, ты вырабатываешь такую позицию, Дух над всеми, Дух над проблемами, Дух над испытаниями, Дух над искушениями, Дух над ситуациями, ты становишься сильный противостать сатане. Аминь! Мы сегодня будем молиться, и твоя проблема перед Господом, это ничего не обозначает. Ты думаешь, Он не может исцелить твое тело? Да Он отдал Иисуса креста на кресте две тысячи лет назад. Ты пойми это откровение. Почему мы... Я хочу, чтобы ты понял в своем сердце, понял это откровение, чтобы ты осознал реально, что произошло на Христе. Он отдал дорогого Иисуса креста за тебя и меня, за всех нас. Даже если ты единственный на этой земле жил бы, Он умер лично за тебя. Он уже, то есть, показал свою любовь, и Он жаждет исцелить тебя. Он отдавший Сына Иисуса уже все совершилось две тысячи лет назад. Мы слышали множество раз этих проповедей таких, множество. Но сейчас время опять рассудить, размышлять в своем сердце о жертве Иисусе Христа. Может, ты уже как-то разочаровался? Вернись, рассуждай, вернись Господу. Приходи в молитве Богу. И когда будешь молиться, твое внутреннее состояние изменится. Утвердится твой внутренний человек. И цель, чтобы ты стал бы победителем, цель Бога, чтобы ты стал бы победителем. Аминь. Поэтому очень важна и эта часть, душевная сфера, чтобы мы не оставались в каких-то горечах, в каких-то обидах, в каких-то грехах тайных. И иди, исповедуй, молись. Попроси, чтобы кто-то за тебя помолился. Не носи это в своем сердце. Перестань лицемерить тут. Представь, как тяжело надо, как жить тебе надо двойную жизнь. Здесь надо поднимать руки, общаться с церквей. Уже надо показывать, что у тебя все хорошо. Дома приходишь, там какой-то скандал. И потом кто-то звонит, звонит лидер какой-то. Тебе надо приспособиться к этому разговору, чтобы не поняли, что там какие-то проблемы. Представь, ты живешь двойную жизнь. Представь, какое состояние. И дьявол хочет опозорить церковь Божью. Он хочет подавлять нас. Но когда ты поймешь, что Иисус искупил тебя, что Иисус заплатил цену за тебя, что Он дал тебе власть изгнать дьявола и своей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Он не сможет тебе ничего сделать, потому что ты сможешь противостать сатане. И так же дух, духовная сфера. Это, я называю, хронический грех или проклятие, которое мы через грехи, тайные грехи, навлекаем на свою жизнь. Но мы будем молиться, и я верю, что Бог сегодня исцелит тебя и исправит твою ситуацию. Поэтому ни в коем случае не подавайся этому страху и подавлению, давлению и угнетению сатаны. И Библия говорит, исход 15 глава, 26 стих. Господь очень сильно любит нас и хочет, чтобы мы были бы все благословенные, здоровые и счастливые люди во Христе Иисусе. То есть, 15-26 исход. И сказал, если ты будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, и делать угодное перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел на Эгипет. Ибо я, Господь, Бог твой, целитель твой. То есть, другой перевод говорит, что ибо я твой личный, лечащий врач. И Господь Бог, личный лечащий врач. Он хочет исцелять нас. Представь, мы в Господе столько времени. И постоянно нам надо это напоминать. Потому что дьявол хочет взор и взгляд, который направлен на Иисуса Христа, убрать и направить на твою проблему, на твою болезнь. И сказать, что ты умрешь, тебе не получится, ты будешь мучиться, ты будешь болеть. Но Слово Божье говорит о нас другое. Он наш личный, лечащий врач. Аминь. Если придешь с верой, если сегодня будешь жаждеть, и ты получишь свое исцеление. То есть, исцеление – это воля Божья для каждого из нас. То есть, Он хочет исцелить все сферы нашей жизни. Поэтому не надо говорить, что это мой крест. Вот я болею, это, вот, наверное, Господь меня, там, знаешь, не любит, или наказывает, или не принимает. Вот моя жизнь, она вот такая, это мой крест. Нет! Это ложь демоническая. Представь, уже Иисус две тысячи лет назад совершил, искупил нас. Ему не надо еще раз отдавать Иисуса. Тебе надо поверить, тебе надо прийти и поверить, и с властью забрать свое благословение. Аминь. Луки, 5 глава, 12 стих. Написано, 12 по 13 стихи. Да, 12 по 13. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и увидел Иисуса, пал, умоляя его и говоря, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очистить. И тот час проказа сошла с него. То есть здесь, в этом месте из Писания, мы можем еще раз увидеть, что Господь хочет нас исцелить. Он прокаженный, задает вопрос, Иисус, то есть, если ты хочешь, можешь меня очистить? Задает вопрос, конечно, то есть Иисус хочет, Он хочет очистить, Он хочет исцелить тебя, Он хочет, чтобы ты процветал, Он хочет, чтобы ты был бы здоровый и чтобы процветала все сферы в твоей жизни. Аминь. Ведь это и есть воля Божья. Он хочет нас очистить, Он хочет нас благословить, Он хочет, чтобы мы ходили в победе. То есть, и когда ты читаешь Слово Божие, еще раз напоминай себе, напоминай себе, кто ты такой в Боге. Когда ты читаешь Слово Божие, ты вставляй в обетованные места свое имя, чтобы напомнить, что эти обетования даны нам всем. То есть, ибо так Бог возлюбил мир, ибо так Бог возлюбил Мариса, что отдал Иисусу, что отдал своего единородного Сына, дабы всякие, верующие в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Вложи свое имя туда. Если ты сомневаешься, если ты не до конца веришь, если ты, как-то, какое-то сомнение, страх приходит, читай Слово, кладывай в эти обетованные места свое имя, и вера у тебя будет подниматься. Что я сейчас делаю? Поднимаю веру, приготавливаю сердца, говорю простые вещи, как будто мы уже об этом тысячу раз слышали таких проповедей, но Господь хочет прийти, а дьявол не хочет, чтобы ты исцелился. Все время он врет, останавливает, сеет всякую ложь против тебя. Он подавляет, он угнетает, он унижает, но ты должен понять, разобраться в своем мышлении, понимать, что ты искуплен. Это очень важно, чтобы ты взирал на нашего Господа и Совершителя Иисуса Христа, чтобы ты рассуждал в своей голове. Не представь, но дьявол как же, он же сеет нашу эту голову, сеет эту информацию, и мы начинаем верить в эту информацию. В нашу голову попадают мысли, вот так дьявол хочет поразить нас, чтобы мы перестали понимать свою позицию в Господе. Но если у тебя нету личных отношений с Богом, конечно, у тебя будут эти мысли приходить. Ты слышишь какую-то информацию, поддаешься этому давлению демоническому, и нет у тебя лишних каждодневных отношений, когда ты соединишься с Духом Святым. То есть, Он начнет работу внутри тебя, Он будет исцелять твое внутреннее состояние, менять твое мышление и понимание в самом о себе, кто ты такой в Боге. Аминь. Это воля Божия, чтобы мы были бы исцеленные. Ранами Иисуса я исцелился. Вставляй свое имя. Ранами Иисуса я исцелился. Не сосед исцелился, не кто-то еще. Я исцелился. И тогда будет у тебя подниматься вера. Ефесянам 5,17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Здесь апостол Павел говорит о том, чтобы мы познавали волю Божью. Мы познавать волю Божью тогда можем, когда мы читаем Слово Божие. Когда мы имеем эти личные, каждодневные отношения с Богом. Мы должны понять, что вера начинается там, где познается воля Божья. Еще раз повторяю. Вера начинается там, где познается воля Божья. То есть, если вы познали волю Божью для своей жизни, мы перестаем молиться такими молитвами. О, Господь, если Твоя воля, исцели меня. О, Господь, спаси меня. О, Господь, если Твоя воля, дай мне вторую половину. Нет! Воля Божья, другая, угодная, совершенная. Бог хочет, чтобы мы получили все эти благословения. То есть, через Иисуса Христа, взирая на крест Иисуса Христа, там есть все ответы. Аминь! Приходи к Богу, задавай вопросы, молись, используй свою власть, противься сатане, изгоняй его из своей жизни. Стой твердо, веря, и придет благословение в твою жизнь. Поэтому я еще хочу поговорить о трех вещах, чтобы, о трех вещах, которые мы должны знать об исцелении в нашей жизни. То есть, чтобы познать волю Бога, мы должны посмотреть на само начало, как все происходило. То есть, Господь не сотворил Адама и Еву больным. Он не сотворил в нищете их. Он не творил стоматологических кабинетов. Они зубы не чинили, у них ни пломбы они не делали. Не было зубнов начало, они же ходили, все здоровые. Аспирина не было, аптек не было, голова им не болела. Они же счастливые ходили и говорит, слава Божья покрывала их, ихнюю наготу. То есть, если мы посмотрим на самое начало, они были здоровые, счастливые, благословенные, процветающие, успешные. Они, когда ходили под, когда имели эти личные отношения и управляли правильно, но потом, как дьявол их обманул, и они согрешили, пришло проклятие, пришли болезни, пришла смерть, пришло угнетение и позор, пришла смерть. Поэтому, давайте посмотрим на самое начало. Не наше предназначение болеть. Это вообще болезнь, это вообще нелегал. Изгоняй его вон, не смиряйся с этим, просто молись, просто верь. Ни в коем случае не смиряйся, если даже и какое-то время не получил свое исцеление. Молись и стой твердо в вере. Второе, что я хочу сказать, что Иисус отображает волю Бога в отношении исцеления каждого человека. То есть, когда мы смотрим на служение Иисуса Христа, мы видим Божью волю для человека. То есть, Яна, 14 глава, 8 по 9 стихи, там написано, Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца и довольна для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видящая меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца. Иисус был отражением Отца на земле, то есть, который являл волю Бога для людей. Иисус исцелял людей. Он исцелял каждого, кто приходил к Нему. Он освобождал этих всех людей. То есть, не было так, что ты, Иисус не говорил, приди завтра, или там, как бы, я не хочу сегодня молиться за тебя, или еще что-то. Он молился за людей, Он исцелял этих людей. Да, Он, когда приходил в свой город, Его не приняли из-за неверия, Он только исцелил некоторых людей, но у Него была жажда исцелить всех. У Него была жажда, и Он хотел это сделать. Поэтому Иисус всегда исцелял людей. Матфея 8, 16. Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал Духа в Словом исцелял всех больных. Всех. Он там исцелил всех больных. И люди переживали то исцеление, переживали то чудо, потому что это и есть воля Божия. Он отразил Отца Небесного и исцеление нам принадлежит, как для Церкви. Дальше там написано Луки 6, 19. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцелял всех. Он исцелял всех. Опять словечко всех Он исцелял. Не было никаких-то людей, которые недостойны и так далее. Ты только сам в своей голове можешь посеять эту мысль, что ты недостойный. поверить всякой лжи сатаны. Но Господь говорит, ты достойный. Я искупил тебя. Я хочу тебя исцелить. Я хочу тебя благословить. Я хочу явить славу Божью в твоей жизни. Ты должен понять это, что Бог очень сильно любит тебя. Он любит каждого из нас. И если ты думаешь, что Он наказывает тебя, это ложь. Он может тебя как-то наставить, Он может обличить, исправить, но Он точно не будет тебя наказывать какой-то болезнью. Ты не эксперимент какой-то. Представь, сейчас Иисус, Господь Бог отдал Иисуса, Который умер на кресте, чтобы искупить нас. И потом вы думаете, что Бог будет проверять твою веру, давая тебе какую-то смертельную болезнь, чтобы проверить том, или ты веришь Богу? Или ты думаешь, Он тебе даст какую-то проверить верность твоей жены какую-то женщину даст тебе проверить, ты верный или нет. Ты за дорогой ценой искуплен. Понимаешь? Амэн. И ты не эксперимент. Он любит тебя. Он уже отдал Иисуса Христа за каждого из нас, чтобы мы были бы здоровыми людьми. Вот порассуждайте, сколько людей приходило к Иисусу. Он всех исцелял. Женщина 12 лет, болевшая кровотечением, прорвалась, прикоснулась к Нему и получила свое исцеление. Множество людей, которые встречались с Иисусом, они получали свое исцеление. Куда Иисус приходил, исцелял больных, изгонал дьявола и их жизни менялись те, которые встречались с Иисусом Христом. Исцеление это воля Божья для тебя. Аминь. Третье, болезнь это от дьявола. Ты должен понимать. То есть и Луки 13 глава 16 стих написано «Сию же дочь Авраамову, который связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от ус сих в день субботний». Иисус говорит, что женщина, которая страдает 18 лет от болезни, это дела дьявола в ее жизни. То есть Иисус говорит о болезни, которая является работой дьявола в человеческой жизни. А исцеление это Божье благословение для каждого из нас. Аминь. Болезнь не от Бога, болезнь работа от дьявола. Это значит, что ты должен противостать болезни. Это значит, что ты должен молиться. Это значит, ты не должен смиряться с этой болезнью. Библия говорит, для сего и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Иисус пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. Мы сейчас будем молиться, можно музыкантов, пускай поиграет какую-то мелодию, мы будем молиться сегодня. И когда ты получишь свое исцеление, это обозначает, что дела дьявола будут разрушены в твоей жизни. Когда Иисус исцелял людей, это было, и Он разрушал дела дьявола. Когда Иисус исцелял глухих, Он разрушал дела дьявола. Как исцелял Он больных, Он разрушал дела дьявола. И знаете, Бог так сильно любит нас, что уже доказал свою любовь, отдавший Сына, даже тогда, Библия говорит, когда мы были еще грешниками. Поэтому не надо верить всякой демонической лжи, что ты недостойный, что тебе не принадлежит это, что уже Господь, наверное, не слышит тебя. Вот в таком состоянии сегодня ты находишься, ты должен так жить. Нет! Аминь! Он уже доказал свою любовь, отдавший самого дорогого Сына Иисуса Христа. Даже тогда, когда мы были еще грешниками, Он уже эту любовь доказал для каждого из нас. И знаете, мы пережили много чудес в своей семье. Вот моя жена сидит, я уже, мы вчера были в гостях, я уже свидетельствовал, и так в церкви свидетельствовал, но для новых людей еще раз скажу это свидетельство, что когда мы начали дружить с Ольгой, у нее было множество проблем, она болела депрессией, жизнь была полностью разрушена в депрессии, эпилепсии, куча разных проблем было у нее, внутреннее состояние никакое. И мы молились, я говорю, Ольга, Бог уже доказал свою любовь, отдавший дорогого Иисуса, который умер даже тогда, когда мы были еще грешниками. Ольга, открой свое сердце, испытай Господа, призови Его в свою жизнь, Он придет, Он исцелит тебя, Он простит твои грехи и устроит порядок в твоей жизни. Мы верили, мы молились, представь, я мог бы разочароваться, сказать, почему столько множества неправды в этой земле, но аж понимаю, что дьявол пришел красть, убить и погубить, он пришел подавить церковь, он пришел опозорить христиан, он пришел унизить христиан, но Бог другой, Он говорит другое, ты будешь наверху, я исцелю тебя, я благословлю тебя, ранами Иисуса Христа ты будешь исцелен, не будешь, а уже ты исцелен, не будешь, ты уже исцелен, только тебе надо прийти к этому кресту, понять это откровение, увидеть этот крест, понять, что произошло на этом кресте, Иисус отдавший себя сознательно, 33 года мужчина, который был распят, унизан, опозоренный, он забрал все эти болезни, он забрал грех, он забрал проклятие, чтобы через эту жертву мы были бы здоровы, и когда ты подходишь к этому кресту, этот крест, это место перемены, когда ты отдаешь свой грек и получаешь праведность, когда ты приносишь свою болезнь и получаешь свое здоровье, этот крест, это плюс в твоей жизни, символ плюса, если минус было, проклятие было, разочарованность была, разбитая жизнь, ты во Христе Иисусе можешь принять свое благословение и исцеление, и Господь прикоснулся к ее сердце, она молилась, и Бог исцелил ее, представляете, и когда врач, он сделал эти анализы, говорит, девушка, как это может быть, что это такое? это Иисус, это Иисус Христос, который умер за меня, понимаете, что невозможно человеку, возможно, Богу, пожили, мы поженились, опять дьявол атакует, и узнаем, что Ольга не может детей иметь, Ольга говорит, давай молимся, давай молимся, давай верим, не сдаемся, не сдаемся ни в коем случае, это мы не принимаем, мы не принимаем эту информацию, это не нам принадлежит, мы искуплены Иисусом, Христом, изменил Он мою жизнь, Он исцелил твои негудуги, неужели Он не может чудо сделать нашей жизни, и сделал чудо, давайте прославим Господа, и у нас все знаете, я уже говорил, что у нас родилась дочка Элинга, избранная, благословенная, серьезно, благословенная Богом, и я все время задаю вопрос, сколько стоило бы, вот сколько тебе надо было бы потратить денег, чтобы вот исцелить вот эту вот болезнь, что ты будешь делать, если ты заболеешь депрессией, и будешь пить ксаник с лекарством, это страшнейшее, что может быть, как исцеляться от депрессии, там будешь ходить, куча денег, тратить, будут тебе там психологи терапевтировать, терапию проводить тебе, наставлять, что делать, если ты бесплодный, что делать, сколько людей у нас в Литве, которые стоят за очередью, потому что не можете иметь детей, сколько людей мучаются, так вот, сегодня мое месседж, и слово для тебя, что исцеление это воля Божья для тебя, мы сегодня будем молиться за тебя, ни в коем случае, не подавайся этому демоническому угнетению в своей жизни, не важно, что происходит в твоей жизни, сколько ты уже молишься, еще больше молись, еще больше служи Богу, а может у тебя надо еще порядок привести в своей жизни духовной, перестань жить двойной жизни, просто молись Господу, покайся, отрекись каких-то тайных греков, приведи порядок в личной жизни, финансовой жизни, и увидишь, как благословение Божье придет в твою жизнь и твою судьбу, аминь, давайте мы все встанем и будем молиться, если у тебя есть если тебе нужна молитва, я хочу, чтобы ты выходил бы сюда и молитвенники тоже выходите и будем молиться за вас, я верю, что Бог, Он хочет исцелить каждого из нас, множество чудес я видел, ты можешь выходить сюда, мы будем молиться, пускай Бог благословит, пускай Бог исцелит, пускай церковь будет здоровая во имя Иисуса Христа, Дух Святой, я молюсь и прошу тебя, прикасайся Господь во имя Иисуса Христа каждому человеку, прикасайся каждому человеку во имя Иисуса, который сегодня в угнетении, у которого сегодня какие-то проблемы, который сегодня переживет страх, проблемы, у кого-то есть сегодня нужда, во имя Иисуса Христа молюсь, если у тебя какая-то болезнь, какой-то неду, какая-то проблема, во имя Иисуса Христа молюсь и прошу тебя, Господь, прикасайся каждому человеку, я связываю всякий страх, я связываю всякую ложь, я приказываю сатана, убирайся вон, во имя Иисуса Христа, я связываю всякую немощь, всякую болезнь, во имя Иисуса. Дьявол, мы разрушаем Твои планы, разрушаем Твои замыслы. Мы разрушаем все Твои дела. Во имя Иисуса Христа.